МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире еженедельные новости Смоленской атомной электростанции в студии Олег Соловьев. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Это, так скажем, рассмотрение каких-то проблемных узких областей, которые для себя определяют станцию как нуждающиеся в улучшении. Ассист-визиты помогают повышать безопасность. Выявляли замечания, останавливали, требовали устранения замечаний. Это позволило не допустить случаев травматизма. Итоги дня охраны труда. Все необходимые мероприятия, организационные, выполнены в полном объеме. Смоленская АЭС готова к весеннему половодию. Оздоровительный комплекс мне рекомендуем врачами, в том числе и бассейн. Более тысячи взрослых и детей Десногорска посещают плавательный бассейн реабилитационно-оздоровительного и досугового центра Смоленской АЭС. Мы очень сильно волновались. Была большая конкуренция. Хоровая студия «Жавронок» и ансамбль народного танца «Веселинка». Лауреаты фестиваля «Мы, дети твои, Россия». На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». В работе 28 энергоблока, в ремонте 7. Суммарная мощность 24 910 мегаватт, суммарная выработка 51 525,1 миллиона киловатт-часов, что составляет 104% к заданию фаз. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе 3 энергоблока, нагрузка 376 мегаватт. 23 марта энергоблок номер 3 Смоленской АЭС был выведен на номинальную мощность после проведения планового среднего ремонта и модернизации оборудования с целью продления срока эксплуатации. В рамках ремонтной кампании была проведена замена оборудования функционально-группового управления на программно-технический комплекс контроля и управления системами эксплуатации. Этот комплекс разработан в России и не имеет аналогов на атомных станциях концерна «Росэнергоатом». Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 25 дней марта составила более 1 миллиарда киловатт-часов. С начала года Смоленская АЭС выработала более 4 миллиардов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Смоленскую АЭС с осисть-визитом посетила компания экспертов концерна «Росэнергоатом» Балаковской, Нововоронежской и Калининской АЭС. Объектами ее внимания стали направления, организация работ с временными модификациями, производственный контроль состояния безопасности гидротехнических сооружений и надзор за подконтрольным оборудованием, грузоподъемные механизмы, трубопроводы, сосуды под давлением и другие. «Задача этого осисть-визита – это проведение в первую очередь атомной станции критического анализа своей собственной деятельности с привлечением специалистов центрального аппарата и других атомных станций для определения направлений для улучшения в деятельности и выработки определенных рекомендаций, которые должны быть положены в основу программы улучшений атомных станций». Эксперты предварительно изучили пакет документов, переданный в Смоленской АЭС. Непосредственно в ходе осисть-визита выполнили обходы, побеседовали со специалистами ответственных подразделений, провели техническое обучение в области производственного контроля, безопасности и качества для персонала группы эксплуатации цеха гидротехнических сооружений, обеспечивающих систем. Итогом пятидневной работы стал отчет, в который вошли выявленные сильные стороны и предложения по улучшению. В качестве положительного опыта Смоленской станции отмечена работа по управлению временными модификациями, непродолжительные изменения состояния оборудования, систем, технологических параметров энергоблока по отношению к проектным характеристикам для выполнения производственных задач, временные изменения схем подключения электрических нагрузок, приборов, изменения в системах программного обеспечения и других. Как отметили эксперты, гидротехнические сооружения на Смоленской АЭС находятся в исправном состоянии. Назорная деятельность за подконтрольным оборудованием на Смоленской АЭС осуществляется в соответствии с федеральными нормами и правилами. Предложения и рекомендации касаются в основном состояния нормативной документации. Рекомендовано дополнить установленный порядок мониторинга безопасности комплекса цеха гидротехнических сооружений мероприятиями по производственному контролю. По итогам асист-визита на Смоленской АЭС будут разработаны и внедрены мероприятия по улучшениям. На Смоленской АЭС подведены итоги Дня охраны труда, прошедшего по теме нарядно-допускная система производства работ, требования к инструменту и приспособлениям. Во всех подразделениях станции были проведены проверки в рамках административно-общественного контроля. Закончилась ремонтная кампания на третьем энергоблоке. Хотелось бы сказать слова благодарности своим коллегам, которые своим нероднодушным отношением к вопросам обеспечения безопасности проводили работу по инспекции ремонтной площадки, выявляли замечания, останавливали, требовали устранения замечаний. Это позволило не допустить случаев травматизма. И сейчас, когда атомная станция готовится к останову первого энергоблока и к входу в ремонтную кампанию 2019 года, мы планируем продолжить наше взаимодействие и с подрядными организациями, со специалистами охраны труда подрядных организаций, и также привлекать уполномоченных по охране труда первичной профсоюзной организации нашей станции. Готовность гидротехнических сооружений, систем и оборудования Смоленской АЭС к безопасному прохождению весеннего половодья была подтверждена на заседании Паводковой комиссии под председательством главного инженера Алексея Лещенко. В совещании приняли участие руководители подразделений атомной станции, первой пожарно-спасательной части отряда Федеральной противопожарной службы по Смоленской области, Управление по делам ГОЧС Десногорска, представители Московско-Окского бассейнового водного управления Брянской области, Центрального черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Брянского пожарного спасательного центра. Как сообщил исполняющий обязанности начальника цеха, обеспечивающих систему Смоленской АЭС Сергей Власюк, с целью подготовки к пропуску талых вод, а также безопасного, надежного и эффективного функционирования атомной станции в период весеннего половодья, выполнено более 30 мероприятий по подготовке к поводку 2019 года. Все необходимые мероприятия, организационные, выполнены в полном объеме, должного качества и гидроузел Смоленской АЭС полностью готов к пропуску половодья 2019. По словам заместителя руководителя Московско-Окского бассейнового водного управления Валерия Захаренкова, в связи с тем, что водохранилище расположено на Десне, протекающей по территории Брянска, распоряжением губернатора области поручено тесно взаимодействовать с предприятием, ответственным за эксплуатацию данного гидроузла. Мы внимательно заслушали доклад о подготовке атомной станции к пропуску весеннего половодья, увидели, что проделана очень большая работа, очень много мероприятий, которые предусмотрены приказом по атомной станции. К пропуску поводка 2019 года мы готовы. Бассейн РО и ДЦ – одна из самых популярных спортивных площадок Десногорска. С 8 утра до 10 вечера здесь всегда многолюдно. Проходит реабилитацию персонал Смоленской АЭС, работники других организаций и учреждений Десногорска. В оздоровительных группах занимаются дети, ветераны атомной станции и города. В нашем бассейне занимаются 32 взрослые группы общей численностью 507 человек. Эти работники Смоленской атомной станции, подрядных организаций, неработающие пенсионеры. Посещение бассейна у нас ограничено лишь санитарными нормами и правилами. Мы берем всех желающих. Большое внимание Смоленская АЭС уделяет оздоровлению подрастающего поколения. Для занятий в бассейне сформировано 30 детских групп, которые посещают около 500 юных десногорцев от 5 до 18 лет. Для детей правила записи в бассейне общие, вне зависимости от того, являются они детьми работников станции или нет. Набор в детские группы спортотдел РО и ДЦ проводят, как правило, в августе. В течение года они могут доукомплектовываться. Не оставляет без внимания Смоленская АЭС и старшее поколение, которое также нуждается в оздоровительном плавании. Бассейн РО и ДЦ посещают ветераны атомной станции, других предприятий и организаций города. Мы, бывшие учителя, строители, медики, живем практически с первого колышка в Десногорске. И внесли свой пассивный вклад в строительство и родного нашего города, и атомной станции, каждый на своем месте. Но так получается, что со временем какие-то болячки, какие-то рекомендации врачей. И мы очень рады и довольны, что нас поняли и поддержал и профсоюзный комитет станции, и руководство станции. Огромное им спасибо. Здесь очень четко налажено все абсолютно. Идет группа за группой, плотный график очень. Пробы воды берутся. С нами всегда медсестра, санинструктор. Огромное спасибо все-таки за то, что мы здесь. Мало того, что мы физически здесь оздоравливаемся, здесь у нас и действительно моральная какая-то подпитка, и общение еще, что немаловажно для нас. Оздоровительный комплекс мне рекомендован врачами, в том числе и бассейн. Группа здоровья мне жизненно необходима. Она дает мне стимул, позитив, желание жить и бороться. Хоровая студия «Жаворонок» и ансамбль народного танца «Веселинка» – лауреаты 5-го фестиваля детского и юношеского творчества «Мы – дети твои, Россия», организованного концерном «Росэнергоатом» и отраслевым профсоюзом. Он прошел в столице и объединил коллективы из 13 атомных городов, а также Москвы и Московской области. Десногорск на фестивале представили 39 воспитанников образцовых коллективов сектора культурно-досуговой и спортивной работы профсоюза Смоленской АЭС – «Жаворонка» и «Веселинки». Они выступили в шести номинациях и во всех стали лауреатами. Пять раз вокалисты «Жаворонка» выходили на сцену за наградами. Неожиданный подарок коллективу преподнес заслуженный артист Российской Федерации, член жюри Андрей Билли, пригласив принять участие в фестивале, организатором которого он является. Жюри и зрители высоко оценили народную хореографию «Веселинки». Ансамбль стал лауреатом первой степени и обладателем сертификата Всемирной Ассоциации Фестивалей на 10-процентную скидку для участия в фестивале в Македонии. Поездка была абсолютно бесплатна для детей. Но оргвзнос, транспортные расходы, проживание, питание оплатила Смоленская АЭС. И сами понимаете, это не маленькие расходы. И мы благодарны руководству и профсоюзной организации нашей станции за поддержку творчества. 39 участников, кстати, 17 – это дети работников Смоленской АЭС. А остальные 22 – это дети работников различных организаций города. Представляли творчество сектора культурно-досуговой спортивной работы первичной профсоюзной организации Смоленской АЭС. У меня остались очень приятные воспоминания, потому что эти дни, они были настолько веселыми и радостными. Мы очень сильно волновались, была большая конкуренция. И нас объявили последними, что мы завоевали первое место. Мы очень сильно обрадовались. Мы готовились очень тщательно. Все силы мы на это тратили. Занимались днем и ночью для этого, чтобы занять самые лучшие места. Хочу выявить огромную благодарность руководству атомной электростанции, что дала нам такую возможность ездить на всякие фестивали, конкурсы, чтобы мы могли совершенствовать себя и свои возможности. Спасибо! На этом наш выпуск завершен. Вы смотрите новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизненных танцев вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания.